привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу вам показать и рассказать как я делаю рыбку вяленую просто вот на после на 1 рыбалки наловил я вот таких вот чухоней у нас чухонь это местное название вообще правильно это называется уклей не путайте с вашей уклейкой которого ловите там на удочку эти рыбки немного побольше и для того чтобы ее вялить я бы порекомендовал все-таки свежую речную рыбу не солить такую как она есть а сначала ее заморозить вот она мне недельку пролежала в морозилке сейчас она тает и мы продолжим с ней заниматься а пока один совет старайтесь ее не мыть больше от поймали в эту рыбу не мойте и проточной водой из-под крана особенно там хлор и это портит рыбу вот как она есть заморозили ее в пакетах потом достали оттаяли об этом потом оботрём когда мы вернемся дальше будем делать вот не мойте старайтесь не мыть не портите рыбу и тогда будет вкус у нее более такой яркий насыщенный у рыбы да и сама рыба вкуснее будет все же подожди пока она тает и потом продолжим просто показал сначала рыба предварительно замороженная то что показал видео про щуку люди много спрашивают почему-то не боишься ли там паразитов не да я боюсь и вам советую тоже этого опасаться речная рыба в не могут быть микробы всякие червячки нехорошие и чтобы себя обезопасить заморозьте ее просто перед этим не мойте и когда вам она тает и на абсолютно не потеряет своих вкусовых качеств ни внешнем виде там и не все такого с ней не случится страшного а кушать уже можно будет и спокойно ну вот друзья рыбка полностью оттаяла если рыбка была абсолютно свежая перед заморозкой и потом потихонечку постепенно не в горячей воде оттаяла постепенно абсолютно ничего какие-то смысла не теряет рыбку мы не мыли я еще раз повторю на я просто взяла так вот грязь убрал и все рыбка вот как она есть такая она и есть дальше понадобится для этой рыбки я смотрел в таких кубиках фишка такая на низ ложа рыбку сначала покрупнее а сверху уже будем укладывать помельче вот рыбку не мыли просто руками сняли с ней грязь слить маленько теперь обязательно крупную соль насыпаем на дно удобнее свалить квадратной таре неровные края когда по условиям постепенно 3 рыбка кивая получается укладываем на дно сначала рыбку берем которую покрупнее ложим на дно и и голову хвосту укладываем спинку кладем чуть-чуть на живот чтобы она так вот перекрывала животик и у вас уважаем хорошенечко не присаливаем ложку сахара на каждую рыбку высыпаем все то же самое что для чего нужна и соль нам главное из этой рыбы удалить лишнюю влагу сахар очень хорошо вытягиваются в воду из рыбы и это хорошо и придает плотность самой рыбе надо будет такого круга все один слой положить рыбки переплатила следующий слой но уже поперек и на каждую рыбку по ложке сахара так теперь опять укладываем спинку чтобы перекрывала брюшко вот рыбка у нас это у нас называется остребрюшко китайской кстати когда рыбка называется местное название чухонь на самом деле это уклейка углей все рыбку мы вложили сейчас накрою крышкой ничем не придавливать никакой гнет на сейчас на этом этапе не стали очень потому что если многие допускают эту ошибку посолили рыбу положили крышку какую-то и сверху поставили там попробую банку с водой гнет это неверно ребят почему потому что рыба когда вы продавили она воздавливается не хорошо выходит влага да но соль в нее не попадает есть такая же теория что сколько дней на допустим три четыре дня рыбу соли и столько же дней потом ее отмачивать мы будем делать по-другому мы будем делать без вымачивания вот сейчас ее присоли рыбка видели сами не маленькая совсем мелочь типа вот такой на 4 по среднего размера оставляем ее в таком состоянии примерно на четыре внутри с половина часа вот так после этого не снова вернемся и продолжим все не будете сыпать в рыбу сахар рыба любит сахар ну вот друзья прошло примерно четырестного часа я принято про нее забыл смотрите сколько вышло из него влаги теперь надо сделать следующее дать такую рыбку и просто руками снять не лично не совсем давно вот а просто убрать рыбку не мой почему не мой потому что в воде очень быстро начинают кладиться всяких бактерий завоняет как она жизнь вода из нее вытянулась на столовую кругу это столь на больше не нужно будет сейчас мы вот смотрите вот такое количество влаги вышла уже из рыбы сейчас это всю грязь баночку помоем и продолжим банку помыл и теперь зато вот в рыбку которому солнце по возможности убрали опять укладываем твоя раз вот что на ней осталось ее более чем достаточно для хорошей брасолки уже укладывали поперек а как они исполняют одну на одну просто слову фасу и спинка к животу вот рыбу я увожу вот на этой стадии теперь вот только через после только на просорилась часть влаги из нее уже ушла часть соли пошла в неё накрою крышкой и поставлю гнет убираю ее на 8-10 часов на баночь на балкон прохладное место после этого мы достанем ее отряхнем остатки соли с нее и опять не моча не мое уже будем вывешивать я лиц вот что соль что на не осталось я буду по недостаточно чтобы рыба была то и консистенция какой нужно не очень сырёная но и непресная сама только очень называется прошла ночь видеть что получилось все остатки соли в нее пытались рыбка уже почти тухая получилось не подумала мне подлежала ночь вот сколько с ней жидкости вытекла это при том что мы рыба абсолютно не мочили это вся влага вышла из самой рыбы но теперь все просто так рыбка у нас было не потрошенная и поэтому не потрошенную рыбку реально нужно вешать за хвост делаем отверстие в хвосте и вставляем крючочки вот так вот по всеми рыбами рыбку мы не могли сейчас я всю развешиваю повешено балкон под вентилятор потому что на балконе влажность большая на улице я на моих условиях не может у вас по другому будет лучше повешено посмотрите вот сколько вышло из рыбы еще жидкости влаги почему мы вешали рыбку за хвост вешая потому что рыбка не порогая вот здесь у нее находится желчь и если мы решим это голову желчек локнет когда мы рыбка и брюшка будет горькая на этом же случае желчь вся горечь если шок стекает ей голову голову мы не едим соответственно оторвали выбросили со всей гадостью а рыбка будет у нас вкусненькая если повешено балкон поставлен вентилятор и увидимся дня через три-четыре но это выйдет уже сейчас подождем друзья в комментариях написали почему не показываю как я вялю рыбу вот смотрите вялю вот так вот на такой штуке которая крепится к потолку это для сушилка для белья и очень удобная штуковина для вяленей рыбы вот если просто и маленько спустил чтобы вам показать все открываю раму она хорошо правит хорошо на ветерке проветривается на свежем воздухе солнышко здесь на нее попадает вот в общем то весь секрет для линии рыбы вот такой все просто ну на первом этапе я еще ставлю вентилятор большой стащить его не буду убрал чтобы она маленько посох и что не капало сначала на вентилятором она у меня сутки гоняется вентилятор воздух она мне подсыхает вентилятор убираю и потихонечку на меня так тоже доходит я покажу плоди скрипится на веревочках это дело для она все знаете да нам для сушки белья все поднимаемая наверх и она у нас заваливается без всяких проблем такая сушилка рекомендую здесь этих прутков пять штук рыбы можно навешать много удобно практично когда не нужно убрали вверху вам ничего не мешает нам по можно спокойно выйти такая вот у меня сушилка так может кожа почти подсохла я наверное может быть сегодня завтра рыбка полностью завярилась абсолютно готова можно подолбать вот такая вот готовность рыбки можно проверить знаете каким очень простой но эффективный способ оторвите ей плавничок вот оторвите плавничок и попробуйте вот это мясо сейчас она сама то не совсем сырая и не совсем сухая ну и маленько такая мокренькая но мне нравится такая если кто-то любит совсем сухую рыбу как колотушка вашу как бумага пересушить ее конечно там уже это уже дело вкуса не украшена маленькая такая мокренькая чтобы было что пояснить ну вот наши чухони готовы ой извиняюсь чухони это местное название неправильная вообще рыба называется уклей вот такая уклейка у нас живет в амуре ребят моя рука не маленькая завтра собрался на рыбалку пойду на утро вайт ловить вот таких вот рыб это у нас называется китайская востребрюшка я думаю что очень я не просто никогда не видео но ангел думаешь это аналог вашего уклейки мелко рыбки не уклейки нашего вашей уклейки вот сравнить размер остребрюшки и уклейки все всем посмотрел спасибо большое кому понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось пальцы вниз не забывайте подписываться на канал и пишите свои комментарии все всем до встречи всем пока а